За глаза их иногда называют сэрами, грубо намекая на броскую аббревиатуру их головной конторы – Свердлов Энергоремонт. Хотя, по мнению самих беззарплатных рабочих, у них от сэрости этой лишь ветер в карманах свищет. Вы сейчас говорите, что некоторая сумма будет через 10 дней. Некоторые – это какая? По тысяче или будет нормально уже добить и рассчитать? Мы же в магазине приходим. Жить-то не ночью, реально люди. Некоторые – это не ответ. Здесь, в Первоуральске, на территории бывшего АТП, на промплощадке обособленного предприятия Свердлов Энергоремонта, в слесарно-сборочном цехе на участке металлоконструкций, трудится человек 60. Один из них, сварщик Дмитрий Лошкарев, поведал нам историю своих пролетарских хождений по зарплатным мукам. Он с трудом концы с концами сводит. Вообще-то, по словам молодого сварщика, его зарплата 30 с лишним тысяч. Но реально, по-белому, он с сентября в месяц получает не больше 10. А у мужика двое детишек. Жена пока не работает, за младшеньким дома присматривает. Вот ты крутись, как хочешь. У других тамошних пролетариев те же проблемы. Борьба с налоговой, вот вы постоянно налоговая, налоговая. Мы-то тут при чем налоговая, мы вообще к ней никак не относимся. Почему вы всегда съезжаете на налоговую? Как вам вопрос за деньги задашь, вы сразу, вот нас налоговая, а нас налоговая. Мы при чем здесь? Мы работаем, мы просим, дайте нам хотя бы, ну, мы не просим все, хотя бы какие-то деньги, давайте. На днях, во время перекура с чайком без сахара в цех, утомленный безденежьем, заглянул кое-кто из начальства. Товарищ Липоловский. Рабочие начальство свое только в лицо и знают, и Александра Сергеевича главным инженером называют, хотя он вроде бы зам по общим вопросам. Впрочем, не суть. Суть в том, что товарищ из офиса убеждал работяг потерпеть еще чуток. Либо мы как можно деньги вытягиваем, какие в таком количестве, и в банк отдаем, то есть мы у себя деньги какие не держим. Либо мы вообще ничего, допустим, не выдаем, и тогда вы все расходитесь, например, и никто ничего не получает. Ну, это как три года назад было, то же самое. Ситуация-то, наверное, не улучшилась. От пустых завтраков и послезавтраков рабочие устали. По их словам, их предприятие денежно лихорадит уже года три. Начальство объясняет им, что это якобы из-за старых долгов по налогам. Их вроде бы накопилось миллионов сорок. От своих обязательств мы не отказываемся. То есть все денежные средства, которые вам учатся, рано и не ходу, они будут вытянуты. Трудящиеся до того устали от сущей беззарплатности, что готовы даже ссор из избы вымести. По словам сварщика Дмитрия, они и в трудинспекцию жаловались, но услышали в ответ, дескать, сами виноваты. Нужно было жить по-белому. Рабочие, кажется, и рады. Были бы без черных зарплат трудиться, но как-то не получается. Рабочие уверяют, не без оглядки, конечно, но все же о том, что у них на предприятии уже не первый год. Якобы существует серая бухгалтерия. Это когда три пишем, два в уме, и эти два рубля из трех заработанных, они в конвертах получают. Точнее, получали в последний раз в конце этого лета. Кое-кто из беззарплатных рабочих, у тех, у кого еще остались сущие гроши в кармане, чтобы за интернет заплатить, в поисках чего-нибудь разумного, вечного и, конечно же, бесплатного. Наткнулись в соцсетях на фотографии даже ролики с недавнего юбилея своего начальника. Как оказалось, успешный сэр, гендиректор их беззарплатно обособленного предприятия, не прочь продемонстрировать своим друзьям и знакомым атрибуты своего красивого отдыха вдали от бедной родины. В диковинных заморских горах, на яхте, то с крокодилом, а то и с темнокожим, то ли шоуменом, то ли аборигеном с чужого материка. Не то чтобы рабочие на чужого аллигатора стали зуб точить, они просто пролетарскими мозгами покумекали и невзначай подумали, а вдруг это крокодил их денежки проглотил. Мы говорили, надо создать подушку. Эта подушка что-то, то ли ветер дует, оттуда все выдувает, то ли что-нибудь, не понимаете. К сожалению, нам не удалось пообщаться с руководством предприятия, по публично известным номерам никто трубку не брал. Потому слова, на днях сказанные в людном цехе и недовольным рабочим, будем считать условным комментарием на злобу дня. Мы никого не гоним. Значит, если есть у кого-то возможность где-то на стороне пристроиться на это время, либо вообще, пожалуйста, вы можете идти. Значит, но для понимания, мы свои обязательства финансовые перед тем человеком, который уволится, мы их рано или поздно, мы их все равно выполним.